Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня международный игросмейстер Евгений Кондрыченко хочет вам показать очередную подборку красивых позиций. Здорово, Евгений! Приветствую, приветствую, дорогие зрители. Сегодня поговорим о такой интересной теме, как цукцванг в русских шашках. То есть немецкое слово цукцванг означает вынужденный ход. Это такой своеобразный красивый прием, выигрыша, с помощью которого можно победить даже очень сильного соперника. Один из таких редких ценных приемов. В чем суть? Мы посмотрим на следующий пример, который я подготовил диаграмма. Вот первая позиция, да, это из творчества латышского композитора Яниса Гоббельшатландливый был такой, да. Значит, ясно, что у белых получше, но не видно прямого пути к победе, да. А выигрыш феноменальный. Надо использовать ужасную слабость этого фланга соперника, да, там, где Аш-8 застрял, Ж-7 и пустое поле Е7, да. Поэтому выигрыш достигается помощью двух жертв, необычных ЕД-4 и БЦ-3. Друзья, прежде чем, как сказать, показывать решение, мы всегда будем ставить, делать небольшие паузы, то есть попытайтесь самостоятельно решить. Если не получается, тогда уже смотрите решение. Итак, феноменальная отдача двух шашек ЕД-4 и БЦ-3, да, пока непонятно с какой идеей, комбинации ведь нету, на секундочку. Но потом проясняется, Ж-4 и бой одной шашки на Е-3, и вот удивительная позиция, то есть черная прыгает только из-за того, что им необходимо делать ход. Это и есть у Сланг в ситуации вынужденного хода. Как не ходим, сразу 0. Уникальное достижение, да. Потом, однажды, в такую же именно идею попался латышский гроссмейстер Янис Калнинш. Уголос подловить сильного соперника именно в такой позиции. Так, следующая позиция из творчества гениального нынешнего ношу-соременника, гениального композитора и игрока, практически очень сильного, Юра Николаевич Ермакова из Москвы. Я его материалы неоднократно показывал на стримах, да. Так вот, четкая борьба против центра под конец партии, но выигрыш абсолютно феноменальный, никогда в голову не придет. Ну, вообще, на первый взгляд кажется, что даже у черных большое преимущество, белым надо искать ничего. В том-то и дело, что почерк гения, почерк гения в том, что позиция обманчивая в двойне это получается. Выигрывает сумасшедшая жертва АБ-6, пока совсем непонятно в чем идея, да, то есть. И тихий ход, нападение H5, и с лишней шашкой, и с центром, и выбором ходов, черных некуда пойти. Вот она, видите, как. Ну, на F-3, друзья, комбинация стоит. Ну, это главное, наверное, F-3 получается, да, то есть проблеваем, и до конца еще изящный вид в конце будет. Мы отдаем к концу дамочку, да, на B-8 поставим, получается, да. То есть не дамку отбрасываем простой, там, да, можно B-7, допустим. Ну, и отбрасываем, и получается B-3. Да, ты сказал, отбрасываем дамкой, я думаю, как это сделать? Сразу же, как говорилось. В чем подвох? Подвох везде, надо сказать, всегда, да. Если вместо хода F-3 пойти D-3, то просто отдача на F-6 простенький. Их тут интересного ничего нету, да. Ну, так далее, понятно. Да, красиво. Ну, мы не красиво не показываем тут тут самое. Погласим. Идеи такие, да. Это идея из анализа, значит, советского российского мастера Юрия Арента из тогдашнего Ленинграда еще, да. 63-й год, насколько я помню, далекий. Тоже, кажется, у черных отличная позиция, такой сверхмощный центр, да. Но вот они зашли, черные, слишком далеко. И в переносном, и в прямом смысле слова, да. У них не хватает запасных ходов. Выигрывает феноменальный ход А-6. Очень неудачно, видите, друзья, расположена отсталая шашка А-7. Да. Ну и центр, да, вот как-то вот тут... Компрометирован несколько. Неупрюжит такой, да. То есть, вот А-6 феноменальный выигрыш А-6. Пока непонятно в чем идея. Черные же нападают, и остаются белые без шашки, да, по-любому. ЦБ-2, маленький промежуточный ход. А потом стремное нападение ЦБ-4, и с такой армадой некуда ходить. Просто некуда. То есть, на любой ход Е-2, Е-Д-2 тут куда угодно. Бьем сперва на Д-6, а затем три шашки черных. Ну и то же самое на Е-2. Бьем на Д-6 сперва, а затем три шашки с легким выигрышем. Да, так. Ну, логично, следующая позиция такая достаточно... Ну, те, кто знает, где уже легко решили, допустим, а малосведущие, конечно, будут просто нападать. Если напасть просто взлетать, то это ложный след, потому что черный провод ударчик на Е-3 отходит, получается. Потом промежуточная отдача Е-5 в 4 получается, да, а потом Д-2 подрыв и выигрывать черное с помощью комбинации. И круговой удар еще. Ну, очевидно, должный след такой, да, очевидный, да, то есть. Поэтому, конечно, Бьем не попадается, а решает именно с помощью идеи Цуксванга. Тоже отлично, жертва АБ-6, похожая на предыдущую, кстати, там, да, то есть. И нападение такое скромное. И вот с центром с лишней шашкой и выбором ходов пойти некуда, потому что на Е-3 ударчик стоит. Понятно. Первая часть завершена, и второй ударчик за Е-4, да. То есть вот она, технология выигрыша. Жертва шашки и тихий ход, и даже сильный соперник может потеряться, да, в этом ключе к успеху. Так. Так. А больше и некуда ходить, по сути-то, да? Присоски не работают, допустим. Нет смысла давать на Е-4, там и забоя. Так, на Е-4 мы побьем. Е-3 просто можно побить. Ну, там, что-то, мне кажется, проблемы могут быть. Так. В чем проблема? А-6 и так далее. Пошел, пошел, то есть там, то есть там. Ну, ладно. Лишняя шашка все-таки, да. Затем еще в любки рано или поздно зайдем, да? Скорее всего, да. Нет, 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 не в любки. Любки нельзя. Если поставить наш 8, то он даст цепь от Д-4, ничья будет. А надо в любки зайти, что-то, мне кажется. А тут же ударная. Правда, тоже ударчик есть, да, секунду Д-2, может дать. Да, Д-2. Ну, сбили. На Б-6, получается, на Е-5, да, сбили. Все-таки, да, ничья, да. Значит, не точно собирали, но какой-то выигрыш должен быть там, да. Ну, если интересно, меня не обратно посмотрим. Ладно, друзья, вот вам домашнее задание все-таки. Куда тут правильно побить? А может быть просто... Блин, а как? А, я понимаю, что он добит на G7, потому что иначе будет удастся на Е-3, получается. Да, тогда сюда. Теперь можно поставить на F8. Сюда. Да, вот она идея. А, и видишь, БЦ-3 нельзя, мы же на C3 поднимем. Да, а если C5, то на Е-7 будет. Если сюда... Вот это проблемка, получается, да. Слушай, а тут нет такого выигрыша? И присосочка. А, он на 1. Нет, нет, нет. Интересная тема, да, получается. Не так интересная основная идея, как второстепенная, получается. Да, секунду-секунду, давай посмотрим, да. Подожди, еще раз, F8. Ушел, получается, да. Нет, тут выигрыша не будет, не будет, получается. Все-таки, скорее всего, надо было бить на C3, получается, да. Ну, давай, А6, F4, да? Слушай, а нет такой темы, просто сюда. Если сюда, тогда мы сюда. А, аж G5 не проходит. Ну, допустим, сюда. Нет, это ход назад, ну, бери обратно все-таки. На себя безопасность получается. Да, то есть, вот в секунду пойдем, а6, F4, получается, пойдем, а6, F4, да. И теперь ход, C4, вот так, чтобы безопасить себя. То есть, нет смысла вероятны, E3, потому что B3 уже чисто будет. B3 уже ударный будет все чисто. А, и постепенно выиграем. Да, вот две дарки, конечно, что там аккуратно выиграем. Да, не такой простой выигрыш, оказывается тут. Ну, ладно. Главное, все-таки идея красивого отсутствия. Следующий пример блестящий. Из творчества от талантливого мастера, ровесник Сокола, соратник великий. Михаил Поляк, да. Женец Киева, потом в Злодинграде. То есть такая штука. А туши Поляк именно или Поляк, правильно? Да, ну, вроде бы Поляк, насколько я Поляк, да. Так вот, смотрите, на вид такой красивый центр черных, но опытный глаз замечает, что у черных отсутствуют поля первого ряда, получается. Поэтому их колоночки не работают, да. Если вдуматься внимательно, то в эту секунду у черных играет только красивая шашка E5. Да, Евгений, мне до начала записи видео показал эту позицию. Я сказал, что колонки черных чисто декоративного свойства. Они не рабочие. Ну, брыл уже прошаренный текст у нас, ну, знаешь, все уже основные нюансики, да. Так что учитывая этот нюанс, феномональная жертва GF4, в принципе, до нее можно додуматься, да. Ну, сбил на G3 и дальше вроде бы. И самое вкусное, учитывая струнность до предела, связка оригинальная, да. Шашка мы умирающего брали, нападение G2, немыслимое, да. И никакая присоска не работает у черных, то есть из-за пусты полей. Нет смысла, я до 4, объемные 5, просто выигрываем получается, да. Вот и 5, пошел дамки, и все, да. И эти шашки вообще никак не работают, да. Известная связка, да. Если закрывается ходом F4, получается, то просто F3, бой вперед на F4, да, легкий выигрыш с помощью слабого фланга черного, да. На любой ход нападаем потом, да. И неотрадимая угроза F4. Видишься как-то, да. Зертва шашки, тихий ход, некуда ходить, да. Так вот, мастер поле к выиграл. Эта позиция следующая, более естественная, кажется, что тема тут скорее центральная, и связка фланга еще и так далее. И любой бы мастер вспоминался бы F2, E3, так обычно все играют, да. Но там учитывая, что сашки чувствуется, у черных там будет сложная борьба еще впереди. А выигрыш совершенно неестественно такой, феноменальный. Нападение на G3, и в отличной такой красивой центральной позиции у черных запасных ходов нет. Закрываться нельзя из-за нападения F5. Секундочку, покажи. То есть HG5, HG5 имеется в виду, видите. Надо уходить, и просто F4 поменялись, и потом еще поменялись. Нет, F4 чистый выигрыш, чистый. Поменяться один раз, а потом еще второй раз. То есть убить полностью игру черных. Ну и получается, видите, друзья, 5 шашек черных связаны тремя шашками белых. Ну и естественно, 2 шашки белых легко справляются с одной. Тут легкий выигрыш позиционный, да. То есть это очевидная тема, что так закрываться нельзя. Черные уходят на E3, думаю, что все еще в порядке, да. И следующее прикольное нападение CD4. Опять удивительная полиция. Просто подгоняем дамки просто, D2 необходимо. И красивая развядочка на E5, именно отдача красивая, на E5. Нельзя бить на D4 за отдачу G5, простой ударчик. А если... Так, если забьет на F4, то ударчик с другой стороны получается, да. Промышуточный бой, ну, D6, C7. И ударчик красивый, B3. Все-таки я правильно, значит, нашел решение, да? Блин, я говорю еще раз опытный кекс. Понятно. Вот такая неочевидная идея. Следующая блестящая находка из анализа международного госминистра из Нижнего Новгорода, Михаилов Федорова. Ув тысячный год, это были нулевые, да? Обращаю внимание в сложной центральной позиции со связкой, да, то есть на ученых только одна шашка в эту секунду играет шашка F6. Идея убрать ее напрашивается, то есть подкинуть D5. Это очевидный ход поначалу, да? Но у нас нет смысла нападать, потому что F7 подключается, колонки черных работают, да? То есть получается мы потеряли нить, не то совсем, да? Так вот, чтобы шашка F8 не подключилась, получается, мы идем обратно. Надо еще и F7 отдать. То есть D5, F7 феноменальная жертва, да? Самое главное не дать черным поставить шашку на E7, да. Я вот вначале тоже Евгений показал мне, я ошибся. То есть я сразу же напал, а надо было подкинуть. Потом я исправился, да. С Эдерликом все исправлю, да? То есть удивительная позиция, две лишние, а пойти некуда, да? Да. Ну и можно сдаться черным смело. Да. Так, вот это уже посылается серьезно, такие заявки, да? Это позиция бестящая. Вот тут Евгений мне поставил эту позицию, я вообще ничего не понял, куда ходить, непонятно. Значит, ничего не понятно, но очень интересно, как известно. Да, да, да. Вестящий был такой мастер, Николай Спанцеретти, такой опытный игрок очень, создатель шашек 80-клиточных, кто знает, допустим, да? На игрушке игра очень сильна. Ну, а то он на этой простой позиции пригласил феноменальный выигрыш. Напасть оба шесть. Это такой неплохой ход для начала, да? Оказывается, темп пока не получил. А, пошевелиться нельзя из-за комбинаций. Видите? Вот это есть Сукцванг. Проигрывают только потому, что надо делать ход, получается, да? То есть, ну, бьет сюда А4, встречный удар на весу, получается. А потом ЦД2, допустим, да? Четкая идея такая, да? Если там, допустим, не попытаться на ударчик, закрыться тоже не спасает. Там уже такая чистая техника пошла. Допустим, если не ходит СЖ5, закрыться и 5 до 4, да? Да, выигрывает ход А4, аккуратненько, да? Не давая ходить СЖ5 за ударчиками Ц3, просто на. Понятно, что выигрыш, видишь, видишь, белых. Так, ну, я тут, наверное, просто разменяться. И на так, ну, просто сюда, на нападение. Сюда, да. Да, да, понятно, да? Если там по-другому закрыться, допустим, то есть, А4, 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 А4. А4 еще разок, да? СЖ5, прости, допустим. То выигрывает аккуратный ход, уже без эффектов, СЖ3, СЖ3 чисто. И на ход СЖ6, единственное, да? Просто поменяться назад, СЖ3, боевой, назад. Тут уже, как говорят киношники, без спецэффектов, да? Да, ну, этого хватит, да. То есть, ну, понятно, что выигрыш со стороны. Ну, на так просто, наверное, в дамки. Да, БЦ5 проще, больше всего БЦ5. Зачем это самое? А, БЦ5 можно, да, кстати, тоже. Связка, понятно, что эффективно работает. Побеждаем за счет связки, да. Вот такая блестящая... Вот это очень сложная идея, да. Точнее, может, она и простая, но феноменальная просто, да? Нет, сложная, сложная. Но еще более феноменальная вот эта последняя идея, которую открыл, значит, белорусский мастер Николай Невр из города Орша. На чемпионате Белоруссии 21-го года, отключен, открыл эту сумасшедшую идею. Друзья, признаюсь вам, честно, Евгений поставил эти позиции, последние две я не решил. Так что можете меня, как говорится, обыграть заочно. Да, конечно. Бурылова это святое дело замочить, да. Что вся конструкция черных в эту секунду держится на шашке Е5, да. Ну, Е5 и в 6 как-то, да, вот тут вот. Нет, Е5 все-таки, Е5. Додуматься до хода ЦБ4, допустим, отдать шашку, еще можно додуматься, да. Ну да, вот дальше непонятно. Не понятно, в чем идея дальше. Ведь термо-свобода действия остается у черного, допустим, не видно, куда ходить. А тут, внимание. ЖЖ2. Феноменальный ход ЖЖ2, и в такой открытой позиции с лишней шашкой у черных нет ходов. Я вот, кстати, это считал, но дальше оттуда. Я откинул расчет, думаю, нет, что-то не то, да. Смотрите, нет смысла играть, допустим, Е6 играть смысла нет, да, Е6. Потому что, Саш, когда мы это играли уже, а потом забираем Ц3 по-любому через ход, либо через два, забираем. Ц3 не спасти получается, никак не спасти, да. И потом срубим. Да, то есть это понятно, допустим. Но чем я думаю, что они умнее после нападения, находят интересную присоску ЦБ2, допустим, отдать, видите, ЦБ2, да. А белые бьют, очень интересно бьют на Ф4, то есть не боятся никаких ударчиков, и даже заставляют черный проводиться ударчик, заставляют. А тут промежуточный бой на ЦБ3. Еще можно подкинуть, да, красиво отдать. И сюда еще для красоты, да. Ну, был опытный любитель красоты, да, то есть. Подожди, а тут сколько шашек? Не, ну, нормально. А, лишнее, лишнее, хватит, хорош. Хватит нам, да. Да, 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 да. Такая феноменальная тема, да. Да, вот такое. Вот что такое ЦУКСВАН, вылезти технологии выигрыша. Жертва шашки тихий ход или просто тихий ход, и соперник приезжают только потому, что необходимо делать ходы, получается, да. Чему это все, ребята, мы показывали? Возвращаемся к нашим овенчикам, что называется. Напоминаю, что в современном, нынешнем, на данный момент в шашечном мире осталось очень мало энтузиастов. Вот Олег Бурилов, его команда, допустим, в которую я вхожу, допустим, еще может там на всю планету человек 10 наберется, но не больше, не больше. Которая поставляет качественный материал, разнообразные красоты, идеи, ценные и так далее. Если это все убрать, то шашки просто умрут. Просто умрут. Все. Не будет ничего вообще, понимаете? Потому что главное с шашечным миром, это именно вот эти идеи, публикации, видео, обсуждения, игры и так далее. И хотелось бы, чтобы зрители это все ценили, не только на словах, не только лайками, хотя и это, конечно, очень важно, но и, так сказать, трудовой копеечкой. Звонкой монетой. Поэтому напоминаю еще раз, что в частности у меня, как члена команды Олега Бурилова, накопилась огромная база знаний. Более сорока трех тысяч ценных партий и позиции. Все это я готов каждую неделю выкладывать, сделать публикации, очень интересные масштабные лекции или средние лекции и так далее. А красотни немеряное число. Но, ребята, для этого нужно поддержать труд 1 месяца и его команды. Как это сделать, подсказывать зеленая карточка. Для наших друзей с Россией, говорю, что можно спокойно через карту Сбера пополнять ее, допустим, там доходит без проблем. В любом случае, кто желает помочь, там он бы у меня нашел по-любому, там ВКонтакте, Фейсбук, там где-нибудь еще, на Skype и т.д. Так что все, все текущие лекции, там все будущие лекции, точнее интересные красоты и масштабные, зависит только от вас. Примите участие, поможете, будет материал. Нет, извините, не будет. Потому что жизнь тяжелая, надо как-то выживать. Да, друзья, кроме поддержки, если есть желание позаниматься у Евгения, тоже ссылочку на его страничку ВКонтакте оставлю в описании этого ролика. Вот за последний год, когда там 3 человека это звалось на желание позаниматься, допустим, я с ним занимался реально там, да. 26 человек мобильнаторами из 5000 зрителей. Конечно, неплохо, безмерно благодарен, но этого очень мало, ребята, очень мало. Жду, крышу, отвлекать, красочного мира. Вы можете поддержать творчество Евгения, как говорится, звонкой монетой, если есть желание и, самое главное, возможность. Спасибо, Евгений, за показанные красивые провиски. Из таких анонсов получается, возможно, в среду состоится матч между опять мной и Молодым Волком, 11-12 юниоров Иваном Илясовым, да. Будем приходить всегда после поражения от Щупина, короче, и новая матча с новыми Молодыми Волками, да. Ладно, друзья, если понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, ответим на все вопросы. До свидания и давайте воевать только. На шахматной и шашечной досках.